С двухпудовой гири следователь Александр Шушаков уверен на «ты». С самого начала задал рекордный темп упражнению и даже не запыхавшись, за минуту выжал снаряд 40 раз, первым из коллег выполнив желанный норматив. Мог бы больше сделать. Норму выполнил. Да, норму выполнил, но золотой знак получается. Я не представляю себя без спорта. И в работе тоже пригодится, потому что люди всякие бывают, с разными людьми общаются. Надо выглядеть подобающе, чтобы уважение возникало в глазах людей. И, соответственно, мы считались с тобой. Потягать гирю, отжать пресс, прыгнуть в длину, метко выстрелить в тире, в погоне за высокими спортивными результатами. Эти люди на все утро отложили допросы, расследования и протоколы. И руководители Следственного комитета совсем не возражали, понимая всю важность процесса. Того, кто до зачетных нормативов ГТО пока не дотягивает, а и здесь единицы, в ведомстве сразу берут на карандаш, почти в приказном порядке, предлагая по выходным пыхтеть на местной спортплощадке. Мы пока санкции не применяем, да, но тех, кто занимает хорошие призовые места, которые на золотой значок сдают эти нормы, мы их поощряем. Мы их, по крайней мере, не наказываем и даем на добавку зарплате. Поэтому это стимул. Человек здоровый может только работать плодотворно. Есть человек больной, есть человек немощный, ему просто не справиться с теми физическими нагрузками, которые здесь у нас происходят в следственном управлении. Подведя итоги этого спортивного дня, в Республиканском следственном комитете рассказали, 90% сотрудников нормы ГТО выполнили на разные значки, но золотых больше всего. Переэкзаменовка назначена через год. Дмитрий Вороновнин, Илья Дериндяев, телеканал «Моя Удмуртия». Продолжение следует...